Ну что, друзья, в прошлый раз я сказал, что рынок немножечко консолидировался, и посмотрите вот сюда, вот здесь вот сейчас вы видите график, ну это фьючерс на доллар-рубль, и он консолидировался очень здорово, вот какое-то время достаточно большое, он в одном месте, что это значит? Это значит, что он устаканился и ждет каких-то сильных событий, и я сказал в прошлом видео, что эти события могут произойти, что я построил, сейчас расскажу. Всего одно легкое движение И тебе доступен YouTube, Instagram, Facebook и прочее в полном объеме, без всяких ограничений, потому что ты формально в США. Размести значок VPN на главном экране и сделай за правило входить в интернет через VPN. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий, но вот как я уже сказал, доллар консолидировался в ожидании сильных событий, то есть ничего сейчас не происходит, вроде бы, и в прошлом коротеньком видео я сказал, что будут какие-то сильные события, которые могут повлиять на этот курс. И в качестве таких сильных событий, ну я сказал, что значит может уход Путина, например, уход Зеленского или уход Байдена, почему нет? Ну, Байден и Путин старенькие, в общем сказать, не удивлюсь, если они уйдут. Ну, а на Зеленского, естественно, может произойти, значит, ну там покушение какое-то. Вот, но этого ничего не произошло пока. И, соответственно, что произошло другое? Произошло, следующее произошло, ну, как говорят, нож в спину от ОПЕК+. То есть, саудиты вдруг решили, что, наверное, можно начать увеличивать производство нефти, добычу нефти, хотя они очень долго упирались, но сейчас готовится визит Байдена в Саудовскую Аравию. И между ними, в общем-то сказать, между Саудовской Аравией и Америкой сейчас немножечко теплеют отношения, и вполне может быть, что Саудовская Аравия увеличит поставки нефти, и, собственно говоря, это приведет к некоторому замещению российского экспорта нефти в Европу, и, соответственно, ну, к снижению стабилизации цен на нефть. Но Европа, кстати, приняла в свое время новый пакет санкций, который отложен, то есть, они говорят, будем отказываться от российской нефти, но он отложен на полгода, и поэтому, значит, раз на полгода, значит, цены, так сказать, подпрыгнули, и, соответственно, рубль усилился. Что я построил? Какую конструкцию? Я построил вот такую конструкцию, вот здесь такой в виде, чуть ли не корень квадратный, да? Все-таки у меня сейчас она настроена на рост, до этого она была нейтральная дельта, сейчас она настроена все-таки на рост курса доллара больше. Но, справедливости ради, надо сказать, что курс доллара был примерно вот здесь, вот, на красную линию смотрим, да? Он был примерно здесь, он опустился, и, соответственно, у меня сумма несколько упала на счете. Вот, сумма несколько упала, сейчас у меня 9639 и минус 57 рублей, то есть, сейчас немножечко я потерял, но я надеюсь, что если он на открытии, посмотрите, вот на открытии, как ведет себя курс доллара. Ну, как правило, он скачет куда-то вверх-вниз, и я эту позицию скорректирую. Вот, если он пойдет вниз, то вот эти вот, вот эти вот, на уровне 62 рубля за доллар, у меня вот этот вот пуд вырастет очень сильно, и я их продам, я их продам и куплю вот сюда, вот, куплю с этой стороны. Опционы сильно дешевле, которые, соответственно, у меня будет немножечко другая позиция, ну, примерно вот такая. Примерно вот такая будет, то есть, если я продам, то, а здесь куплю, то она будет вот полочка вот здесь, и, соответственно, здесь уже будет выше нуля, и, в общем сказать, потери я свои нивелирую, потому что, когда, так сказать, курс падает, опционный путь будет расти. Вот, соответственно, вот так. Ну, а сейчас, тем не менее, я все-таки рассчитываю, что курс доллара вырастет. И, кроме того, я думаю, что в понедельник, перед открытием биржи, я поставлю соответствующие стопы, заявочки на вот эти опционы. С фьючерсами я ничего не смогу сделать, потому что денег у меня там совсем мало. Сейчас свободно 6136 рублей, этого достаточно для того, чтобы продать как минимум один опцион. Вот, ну, а дальше уже посмотрим. За развитием событий следите. Я сегодня краток, потому что, потому что тороплюсь, уезжаю на родину. Вот, на сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. Лайк, подписка и до встречи. Продолжение следует...